Навигация по файловой системе. Узнать текущую директорию .pvd, а где мы находимся. Мы можем создать директорию mkdir, довольно оговорящее название. Мы можем посмотреть содержимое директории с помощью команды ls, расширенную информацию ls-l и в том числе о скрытых файлах ls-la. То есть тут появляются файлы, которые начинаются с точки. Кроме того, есть параметры s большой. Выдается информация в отсортированном виде по размеру файлов. Бывает довольно удобно посмотреть самые большие файлы. Чтоб нам перейти в другую директорию, команда cd – change directory. Видно, где мы находимся сейчас. Знак tilde обозначает домашнюю директорию. Видно, что мы находимся в директории testdir, в домашней директории текущего пользователя. Очень удобно пользоваться клавишей tab. Она дополняет. Это быстрее и это точнее, чем набирать в клавиатуре полностью длинные. Чтоб создать файл. Мы можем воспользоваться каким-нибудь текстовым редактором. Препочтительно, знаете и умеете пользоваться редактором VI, потому что он есть в любой системе. Например, по-моему, в centos, там по умолчанию нет других текстовых редакторов. Тот же известный редактор nano. Его там по умолчанию нет, надо ставить VI. Открывается редактор, пустой файл. Если мы хотим начать редактировать, используем клавишу i, insert. Чтобы вернуться обратно в командный режим, клавиша escape, сохранить, двоеточие, команда write, сохранить, Q, выйти. Отлично. Вот содержимое файла. Переименовать файл. Переименовать файл. В Linux то же самое, что переместить, только нужно переместить в рамках одной директории. Команда move. Если мы хотим посмотреть конец файла, то есть, допустим, у нас это очень длинный файл, довольно побольше файл, не очень большой, но все же. Команда tail, то есть хвост. И мы видим последние 10 строк по умолчанию. посмотреть наоборот начало файла, голова, head. полностью, как вы уже поняли команда cat, удалить файл. Команда run. Файл удалился. Если мы хотим подняться на уровень выше по дереву директории, то CD две точки. Две точки это уровень выше, одна точка это текущая директория. Если мы хотим, находимся черт знает где, и хотим быстро вернуться в домашнюю директорию, команда CD. То же самое команда CD-Tilder. Вот у CD домашняя директория. Либо мы можем сразу в какую-то поддиректорию домашнюю директорию. Чтобы переименовать директорию точно так же надо как бы переместить. Вот я здесь делил, делили директорию, орандель. Да всё, мы взяли удалили. Если же мы и так пытаемся удалить директорию, в которой есть какие-то вложенные файлы, либо поддиректории, то мы не можем этого сделать, потому что директория не пуста. То есть нам нужно полностью удалить внутри файлы, потом постепенно удалить все директории, и только после этого удалить основную директорию. Конечно гико неудобно, поэтому есть параметры минус r. надо удалить рекурсивно. Только нужно аккуратно, потому что установить данные будет проблематично. скопировать файл команды cp. Так же у команды rami есть ключик еще более опасный, если гарантированно хотим удалить содержимое f, ну то есть что-то типа force. Rami – rf известная команда, она же самая опасная, потому что бывает ты ошибешься в точке или там в одной букве, и у тебя большие проблемы после этого. Какие у нас директории есть? Давайте посмотрим на директории эти. Даже не так. Одна из системных директорий, в которых содержится практически все настройки системы. Большое количество директорий и файлов. Например, есть директория ads.inind, где расположены стартовые скрипты разных сервисов, но это немножко конечно в прошлом, но в Ubuntu 14.04 там еще что-то есть. У нас есть, например, сервис Nginx. Если мы хотим перезапустить этот сервис, у нас есть команда «Карнистраны сервис». Отлично, она перезапустилась. Настройки Nginx, ну, Etsy Nginx. Это пример, да, что у нас есть сервис, его стартовый файл в директории Etsy и его настройки тоже в директории в директории Etsy. Другая директория, но у нас есть интересная директория VAR. В ней в основном расположены какие-то временные файлы, либо файлы, которые постоянно обновляются. То есть они такие не статичные. Наверное, самая часто используемая директория это VAR.Log, в которой содержатся файлы журналов разных систем, да, то есть какие-то события, которые происходят с сервисами. Информация об этом отражается в VAR.Log файлах. «Вар.Кулакова» 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 Продолжение следует...